Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 января и сегодня вот это видео я сниму специально только о схеме посадки томатов в теплице. Вот эту картинку вы уже видели, когда я рассказывала, какие сорта томатов я выбрала. Я не стала соединять две эти темы, там бегло прошлась. Но кого-то не интересуют сорта, потому что сорта они будут высаживать какие-то свои. У кого-то есть уже семена проверенные, они просто хотят видеть как посажено, высажено вот эти как ряды. И я сейчас все подробно-подробно расскажу о схеме посадки, расскажу о разных вариантах, я уже теоретически рассказывала, а теперь сейчас все точно покажу. Сразу скажу, что у меня самый сложный вариант посадки, то есть максимальное количество томатов в одной теплице. Мы сейчас будем говорить о теплице 3х8, 24 квадратных метра. Но это же самое вы можете применить к теплице более меньшей, например 3х6 квадратов, 3х4 квадрата. Я просто буду говорить о принципе. Одна женщина-зрительница спросила, как высаживать в круглой теплице. Ну я, если честно, я даже не представляю, как может выглядеть круглая теплица. У нас такой город, я уже говорила, он не очень крупный, очень удаленный от центра. У нас все теплицы вот такие стандартные. Или 3х8, или 3х6, или 3х4. Все, других у нас нет, все в форме тоннеля. И поэтому все посадки у меня именно в таких теплицах. И схемы одни и те же из года в год. У меня центральная дорожка, справа грядка и слева грядка. Я знаю, что есть в 3 гряды, ну в центре и по краям. Но в 3 гряды я ни разу не садила, никогда не сажу. И поэтому я буду говорить о своей схеме посадки. Перед этим, вот именно перед тем, как показать свою схему, я специально, предварительно рассказала, теоретически, какие могут быть схемы посадки и какое количество томатов. Вот я уже сказала, что у меня самое большее. Но в такой же теплице может быть и 40 томатов, и 80. И вот у меня 120 нынче. От чего это зависит, кто видел, знает. Кто не видел, быстренько напомню, что если у вас будут только индотерминатные высокорослые, если вы будете садить по всем правилам, то есть шаг 70-80 сантиметров, то в такую же теплицу войдет всего 40. 10, 20, 30, 40. Это вот самое минимальное количество, 40 томатов. Меньше уже высаживать никто даже не додумывается, потому что это будет там, ну, поле пустое. Землю надо экономить, тепличные вот эти площади. Это если по правилам. Если, опять же, я уже все это говорила, что можно высадить только индотерминатные. Если половину, вот как я, занять под низкорослые детерминатные, то они уже будут более уплотненно. И вместо 40 уже можно высадить 60-70. То есть здесь будут 20 индентов, а тут будет 35, ну, пусть там 40 вот таких низких детерминатных. Некоторые идут еще дальше. Это те, которые, как я, у которых много свободного времени, которые с утра до вечера могут ходить и ухаживать за ними, то есть сделать уплотненную посадку вот по два в одну лунку. Именно такая схема посадки у меня. У меня трехметровая вот эта теплица. В центре идет дорожка 50 сантиметров ширина. И грядка получается, ширина вот этой гряды 125 сантиметров. Когда я прохожу сюда, и вот эту полностью перекопанную, вспаханную гряду, вот так вот просто своим человеческим шагом вот так прохожу, протарю дорожку, то получается справа и слева два таких рядка. И вот я начинаю каждый рядок. Беру мерную палочку просто. И через, вот это я говорю именно о тех, которые низкорослые, детерминатные, которые позволяют выращивать себя загущенно, уплотненно. И начинаю вот через 50 сантиметров делать метку. Лунка, еще лунка, еще лунка, еще лунка. И вот так иду. Когда я намечу, я выкапываю вот такие продольные луночки, чтобы посадить сюда два корешка. Расстояние между ними делаю 10-15 сантиметров, но только потому, что я втыкаю туда колышек между ними после посадки. Если делать на шпалере, то еще проще. Их можно прям рядом, близко, некоторые вообще сдвоенно высаживают. И куда-то там на какие-то нитки. Но я на нитки, на шпагаты не вывешиваю их. У меня колышки. Все. Я сделала лунки. И вот получается, что при такой загущенной посадке у меня один ряд, 32, и второй. Был бы 32, но у меня здесь технический проход. Вместо одной лунки я оставляю пустое место. И пройдясь по центральной дорожке, я сюда сворачиваю и спокойно подхожу ко всем этим томатам. В результате такой посадки получается, что каждый рядок, вот такая маленькая узкая грядочка 40 сантиметров. Вот на этих 40 сантиметрах, как раз здесь и вскапано, а вот это получается 45. Но когда потом, потом, когда я посажу, и когда я все это сравняю землю, я их подтяну к колышку, то эта дорожка тоже получается 50 сантиметровая. И все удивляются, как вы ходите по таким дорожкам. Проход свободный. И у нас выходит, что и центральная дорожка, и две вспомогательные, они одинаковой ширины. Вот именно поэтому я уже говорила, что сегодня, нынче в этом году, в 2019, хочу вот сюда еще высадить по 4 монгольских карлика на каждую вспомогательную дорожку, чтобы они еще дорожку заняли площади. Потому что у меня участок, там 6-7 соток, ну 6 с чем-то, около 7. Это и дом, и все теплицы, и бассейн, и все это входит. Именно вот земли, полезной площади для посадок у меня очень мало. Меня выручает вот такая вот загущенная, уплотненная посадка. Но сразу еще раз напомню, уточню, уже говорила, что такую посадку может позволить себе только тот, кто не работает и кто может очень много времени уделять работе в теплице. При такой посадке можно и урожаи вырастить, и все прекрасно, они себя чувствуют. Но нужно очень часто прореживать, посынковать, удалять. Вы понимаете, что вот эти начинают срастаться. Я их все подвязываю, подвязываю, убираю вот эту зелень, чтобы проходы были, чтобы свет светился, все. Вот здесь мы малышей посадили. Но здесь у нас на этой стороне совсем другая у нас схема посадки. Тут уже я делаю 60 сантиметров между лунками, и получается их намного меньше. Вот здесь, если 32 у нас, то здесь у нас всего 24 штучки. Ну, делаю точно так же, захожу, протопчу дорожку, беру мерную линеечку, и 60, 60, 60, 60, иду до самого конца. У нас получается здесь, потому что технический проход на одну меньше, 24 лунки и 26 лунок. Вот из-за этого разница численности в правой стороне и в левой, из-за того, что разные сорта, разные схемы высадки, у них разная высота, вообще все разное. Поэтому справа у нас получилось 62 штуки, а слева всего 50. Итого в теплице 3 на 8 у нас, у меня лично, 112 томатов. Сюда же посажу 8 карликов, будет 120 штук. Вот для меня эта посадка не загущенная, это нормально, я умею их как обрабатывать, умею за ними ухаживать. В прошлом году, вы уже знаете, у меня было 140 штук, 142 по-моему даже. Единственная проблема в том, что я не знаю, как поведут себя монгольские карлики, но это будет испытание. Потому что все, пока ты не испытаешь сам, вот некоторые спрашивают, ну вот в теплице сколько мне посадить, как вы думаете? Дорогие мои, пока вы сами не попробуете, пока на себе, как грубо немножко выглядит, но пока на своей шкуре все это не испытаешь. Вот я в прошлом году, я уже это показывала, вот садила петрушу и специально красным обвела, я сразу говорила, я его попробую, я сомневаюсь, подойдет он для теплицы или нет. Вот у меня он совершенно не подошел, он такой разросся, что я даже не хочу его близко нынче в теплицу запускать, ни его, ни сибирскую тройку. Но это я поняла только после того, как я действительно в реальном огороде, в реальной теплице посадила и вырастила. А то, что сказано голословно, сказать можно хоть что, но пока сам не проверишь, не узнаешь. Вот нынче буду проверять несколько новых сортов, про сорта я уже говорила, даже не буду, но вот про схему посадки. Вот это самая уплотненная, самая сложная схема посадки, сложная в чем? Посадить-то их не сложно, сложно в уходе. Если вы с утра до вечера находитесь дома, вы можете 120 в теплицу, 3 на 4 посадить. Но если вы только на выходные заезжаете, то лучше всего, конечно, посадить по нормальной схеме 60, 70 и 80. Я тоже не приветствую, когда и 40 высажено, это очень мало. Из крайности в крайность не надо впадать. Или 40, или больше 140, это уже слишком, слишком много и слишком мало. Вы должны для себя подобрать оптимальный вариант. Сколько вам будет достаточно, чтобы получить много урожая, и сколько будет хватать времени, на сколько кусов. Вот у меня схема посадки такая, многие просили показать, вот я показала. Но это теплица именно для раннего использования. Это будут самые-самые ранние посевы, самые-самые первые высадки. По срокам я в следующем видео сейчас расскажу, какие когда буду высаживать. Следующая теплица, которая будет вторая, она будет более лояльная. Там я буду садить в рекомендованные, в обычные для сибирского региона сроки, все. А вот именно в этой теплице поспеют у меня самые-самые первые томаты. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова.